К грандиозному шествию жителей страны Картони участники фестиваля «Волга-фест» готовились две недели. Все это время работала лаборатория, в которой все желающие могли смастерить себе костюмы, а также различные атрибуты причудливых форм из картона. Это самый большой парад в Самаре. Это большой парад, он посвящен подводному миру и открытию первого порта Картони. Вот вы прямо там, второй шатер, это наш порт. Мы уже отправляли с него корабли, уже официальный оркестр выступил. А сейчас вот мы пройдемся большим парадом и покажем всю мощь нашего флота Картони. «Волга-фест» объединил участников из разных уголков страны. Мы с фестиваля «Томсор-фест» случайно попали сюда, потому что у нас совместно как раз в это время проходит ресторационная школа. А вот я из Калуги, из Ульяновска, у нас все люди с разных городов. В этом году, чтобы рассредоточить участников и избежать большого скопления, программу фестиваля разделили на 14 дней. Кроме того, многие площадки начинали работу в одно и то же время. Гости праздника выбирали, помочь ли им художнику раскрасить стену набережной или увидеть регату, послушать лекцию об искусстве или стать свидетелем шоу воздушных змеев, пройтись в шествии или посмотреть концерт. На «Волга-фесте» выступили более пяти десятков исполнителей, которые перед этим прошли специальный кастинг. Критерий незаурядно оригинально исключительно. Группа «Дринс Шэдо» последний раз выступала в городе в год чемпионата мира по футболу. Именно здесь, в Самаре, по словам артистов, идея о создании электросвинга в России и обрела более четкие очертания. Когда мне сказали вообще, какой формат сцены будет, я сначала не поверил. Ну, думаю, блин, ну это нереально, как так, сцена на воде, ну типа, это что, ну... Мне когда все это показали в проекте, я думаю, вау, какая красивая сцена, а это водопады, церкви, это просто что-то нереальное. Арт-городок, разбитый на второй очереди набережной, отдельный вид паблик-арта. Заброшенный мир у реки. Над идеей работали десятки художников из Самары и других городов. Концепция этого года – преграды. Автор предлагает подумать над тем, что нас разделяет и есть ли вообще какие-либо границы на пути к цели. Фест очень классный. Каждый год я прихожу на это мероприятие. Мне нравится. Хотелось бы, чтобы его повторили еще и на следующий год. Есть что запомнить. Интересно было. Вчера, позавчера гуляла. Безусловно, Волга-фестом становится все масштабнее, потому что развиваются люди, развиваются наши интересы, и все больше появляется площадок, все больше появляются вещей, которые могут увлечь людей и дать им возможность самореализоваться. Ну а кульминацией, как и было заявлено, стало шествие на канате Фредди Кюне, австрийского лидера в области слэк-лайна, то есть экстремальной эквилибристики. А вот и долгожданный хедлайнер фестиваля. Такого на Волга-фесте еще никогда не было. Канатоходец с мировым именем идет над Самарой. Он прошел от здания до вершины установленного крана, а затем совершил прыжок с парашютом с высоты 80 метров. Я желаю, чтобы я бы ходил через Волга-фест. Хотелось бы перейти в Волгу. Но некоторые мечты должны остаться для того, чтобы продолжить додумывать их в будущем. Гульфия Сафина, Василий Колдашов, Максим Гусев, Константин Головин. События.